8 лет строительством, 22 лечебных и технических корпусов, в перспективе 1200 спасенных жизни ежегодно. В Федеральном медицинском центре радиологии в Димитровграде начали принимать первых пациентов. В этом году мы проводим лечение в рамках клинических апробаций. Отбор пациентов проводят непосредственно уже клиники, в которых пациенты наблюдаются. Нам направляется медицинская документация, и по этой медицинской документации мы проводим отбор. Лучевая терапия для онкобольных в центре рассчитана на несколько этапов и в среднем занимает 21 день. 30 сентября приехали на полостную операцию в Самару, и мы 19 числа позвонили, сказали приходи. Мы пришли, мы с супругом пришли с определенным скепсисом, пришли так, как бы, как испытатели думали. Но после разговора с Лизатой Александровной, с Айтеком Эльбрусовичем, врачами, вот, потихонечку стали уже думать, как бы нас обратно, ну, как бы попасть уже сюда. Наша съемочная группа прошла по пути лечения пациентов. Первый этап – предлучевая диагностика. Чтобы определить размеры опухоли и ее границы, пациент проходит компьютерную томографию. Фиксирующие устройства подбираются индивидуально, а точнее изготавливаются прямо на месте. Речь идет о специальных матрасах и масках, которые исключают любое движение внутри аппарата, и одновременно делают пребывание комфортно. При этом пациент может свободно общаться с врачами и по возможности слушать музыку. Дальше мы получаем компьютерно-демографические изображения, на основе которых строится 3D-модель тела. Мы выносим критические структуры, которые должны быть защищены в процессе лечевой терапии, и выносим облучаемый объем, и вот эти вот данные передаются уже на планирующую станцию. Планирующая станция – второй и ключевой этап в лечении. К работе подключаются медицинские физики, основная задача которых – подробнейшим образом изучить снимки и назначить дозу протонной терапии. К расчету дозиметрического плана может привлекаться консилиум врачей. Право на ошибку – нет. Чтобы минимизировать вероятность ошибки, мы после того, как проводим дозиметрическое планирование и передаем готовый план уже на систему облучения, прежде чем лечить пациента, мы проводим верификацию этого плана. У нас есть большое количество разнообразного дозиметрического высокоточного оборудования, для того, чтобы мы могли, прежде чем положим человека на стол, убедиться, подведем ли мы нужную дозу к нужному объему и не переобучим ли мы ненужные области. Далее наступает непосредственно сама терапия. Каждый день пациент посещает комнату лечения. Лежа в специальной камере, пучок протона начинает уничтожать опухолевые клетки. Сам человек этого процесса не ощущает. Пучок невидимый, физическая боль отсутствует. Сейчас мы лечим в комнате, которая использует протонную терапию, сканирующий карандашный пучок. Это одна из самых современных методик. Протоны идут прямо по краю опухоли, они могут менять свою конфигурацию, могут менять глубину. Вся мишень покрывается именно воздействием этого излучения. Протонная терапия, в отличие от фотонной, дает возможность лечить вторичную опухоли головы, печени, предстательной железы и опухоли глаза. Протонный ускоритель циклотрон начали устанавливать в Центре медицинской радиологии в Димитровграде в октябре 2016 года. На самом деле это его маленькая копия в настоящую величину. Вес циклотрона достигает 250 тонн. Он разгоняет протоны с большой скоростью, после чего направляет их прямо в опухоль. Как мы выдаем пучок? В Центре циклотрона, такая большая спиралька, мы выдаем маленькую струю водорода. Водорода отрывается с помощью магнитного поля электроничек, остается только протон, ядро. Ядро раскручивается по спирали и вылетает с энергии 235 мегаэлектрон вольт. Первые пациенты Федерального медицинского центра радиологии, жители Ульяновской области. Через год лечения в крупнейшем медицинском комплексе смогут получать не только взрослые, но и юные пациенты от 6 лет. Ринат Алиулова, Даниил Сурков, новости Улправда ТВ из Димитровграда.